Всем привет! С вами новости XBT.com. И сегодня мы поговорим о том, что... Мало нам было платных подписок на разные компьютерные программы. Теперь нас ожидает подписка на периферию. Компания Logitech планирует создать бессмертную компьютерную мышь. Её хотят сделать износостойкой и долговечной, а дополнительные новые функции будут появляться с обновлением программы. И обновления эти бесплатными не будут. Компания объясняет, что идея вечной мыши заключается в большей экологичности, длительном сроке службы и экономии для пользователей. Правда, сама же и прознаётся, что этот проект столкнётся с рядом проблем, начиная от технической и заканчивая программной. Короче, концепт придумали, а как сделать ещё нет. Произошла самая странная коллаборация. Компания Asus вместе с брендом парфюмерии Annes Hue создала первый в мире ноутбук с запахом. Adalbook 14. Пахнуть компьютер будет розами, цитрусом или ягодами. Кроме этой очень важной функции, ноутбук имеет неплохую начинку. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 8945H. 32 гигабайта оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 1 терабайт. Полного заряда батареи хватает на 14 часов работы в режиме просмотра видео. Но мы понимаем, что всё это не важно. Давайте вернёмся к главной фишке – к запаху. На крышке ноутбука расположен аромодифузор на магните. В него вставляются сменные катриджи, которые есть в комплекте, с тремя разными ароматами. В комплекте ещё есть дизайнерская сумка для ноутбука, мышка, набор стикеров и флакон духов Анна Сьюи объёмом 50 мл. Такая вот девчащая тема. Стоит это чудо 7000 юаней. То есть примерно 83 тысячи рублей. Возможно, приклеить освежитель воздуха к ноутбуку выйдет дешевле. И ещё одна новость из-за разряда «Зачем?». Tesla выпустил караоке-микрофоны для своих автомобилей – караоке-майк. В комплект входят два микрофона с подсветкой на корпусе, приёмник, кабель для него, зарядный шнур USB-C и сумка для всего этого великолепия. У микрофонов есть шумоподавление. Работают они до 10 часов без подзарядки. Но подходит эта штука не ко всем автомобилям Tesla. Машина должна быть оснащена процессором AMD Ryzen или Intel Atom и обновлена до версии 2024.26. Комплект в караоке стоит 215 долларов, то есть примерно на 18 тысяч рублей. Небольшая цена для тех, кто хочет спеть шальную императрицу своей Tesla. Друг, который не попротит займы и не обидится, что вы не пошли с ним в пятницу в бар. Разработчик Иви Шифман представил аксессуар компаньона с искусственным интеллектом. Он представляет собой круглую подвеску, и название такое же простое, как и дизайн. Устройство называется Friend. У кулона есть микрофон. Он слышит собеседника и может записывать окружающие звуки. Но общаться он может только текстовыми сообщениями, которые отправляет на телефон владельца. Работает Friend через Bluetooth, только со смартфонами и при наличии интернета. Сейчас он поддерживается только на iOS. Для андроида приложений пока что нет. Ещё разоработчик обещает, что вся информация, аудио и стенограммы будут храниться только в приложении помощника. Их можно будет удалить одним движением руки бесследно. Перезаказ друга уже доступен. Он стоит 100 долларов. Это примерно 8,5 тысяч рублей. А продажи стартуют в январе следующего года. Хороший вариант для тех, кто любит общаться, но не любит людей. Microsoft продолжает реабилитацию своих приложений. После блокнота настала очередь Скайпа. Вы ещё помните такой? Из мессенджера уберут рекламу из интерфейса чатов и каналов. Она останется только в ленте новостей. Но и оттуда её можно будет убрать в настройках. Пользователям станет доступна функция генерации изображений прямо в чате. Но не для всех. Система работает на нейросети Copilot, которая в России недоступна. Ещё добавили многофакторную аутентификацию. Пользователи смогут автоматически входить в Скайп, если они уже вводили свои данные в других приложениях Microsoft. Молодое поколение уже не помнит, каким файлообменником мы пользовались. А для старшего отсутствия рекламы будет большим плюсом. Компания Intel дорогу перебежала чёрная кошка. И даже не одна, а целая стая. Проблемы начались с нестабильности процессоров 13 и 14 поколений. Пользователи совсем не порадовали многочисленные сбои и зависания в программах и играх. Intel подтвердила наличие проблемы, но отзывать процессоры с рынка не стало. Вместо этого компания предложила недовольным покупателям продление гарантии на 2 года к уже существующим 3. Очень щедрое предложение. Есть нюансы. Дополнительную гарантию дают только коробочные версии. Пользователи, которые купили уже собранные компьютеры, такую гарантию не получат. Такой аттракцион неслыханной щедрости компанию не спасает. Над ней нависла угроза коллективного иска. Юридические компании призывают пострадавших лиц откликнуться через организованные ими онлайн-платформы, чтобы собрать как можно больше информации для суда. И на фоне всего этого акции Intel упали на 28%, то есть до уровня 2012 года. Компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды и снизит расходы, в основном путем сокращения штата. Под увольнение попадут около 15 тысяч сотрудников. Это самое масштабное сокращение в отрасли за последние годы. Мораль проста. За свои ошибки нужно отвечать соразмерно. А на этом все. С вами были новости xBT.com. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok